Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем катать на нашем драндулете. В прошлой серии мы, наконец, с вами приехали в Болгарию, а Болгария оказалась не совсем дружелюбна к нам. И, друзья, у меня вот такой вот к вам вопрос. Что изображено на этой картине? Я вижу человека бородатого. И вот эта вот розочка на его пиджаке, возможно. А вы что видите? Ладно, выходим, пора отправляться в путь. Запаски у нас есть, так что не знаю, стоит ли менять сейчас колеса. Скорее всего, стоит, друзья, блин. Я всего лишь путь проехал в 210 километров, и колеса уже... Уже непригодные практически. Чего за дерьмо, алло? Да, вот только вот это вот колесо, левое, заднее. Более-менее нормально. Более-менее в нормальном состоянии. Так, окей, друзья, тогда придется подъехать все-таки к заправке. Да, нам нужно еще и заправиться, хотя у меня есть две канистры. Так, и теперь осталось понять все. Нашел я заправочку. Давайте проканемся, посмотрим, что там по колесам. Может, придется опять колеса покупать новые какие-нибудь. Так, кстати, смотрите, как удобно. Рядом здесь расположена как раз граница. Замечательно. Так, давайте сразу тогда посмотрим, что у нас за пути. Нам нужен максимально короткий путь, чтобы быстро проскочить. Вот, 210 километров дождик, да? Вот это вот проблема. Дождик, это плохо, друзья. И причем везде дождик. Так что сегодня мы, скорее всего, еще раз поплаваем. Отправимся в дальнее плавание. Но, в принципе, нам не привыкать, друзья. Ну-ка, хотя, смотрите, два колеса. Два колеса всего лишь для дождя. И куча обыкновенных для сухих дорог. Ну, блин, отстойно. В принципе, можно назад вот эти вот два колеса поставить. Medium, hard. И вперед два колеса для сухого асфальта. Но я не знаю, поможет нам это или нет. Давайте попробуем, почему нет. В конце концов, мы с вами, опять же, экспериментируем с колесами постоянно. Деньги нужно же куда-то сливать. У нас как раз куча сейчас денег, плюс еще вино там нагружено. Ну-ка, по 38 баксов пока что, значит, продавать не будем. Вино, короче, оставим на черный день. Вот медикаменты можно продать, кстати. Давайте, наверное, так и сделаем. Так, ну, подождите. Пока что получим мы сначала колеса. Купим. Поставить нужно тачку также на домкрат заранее. Так, эти колеса можно вообще продать? Ценник не появляется. Ну ладно, с этим попозже разберемся. Давайте сначала возьмем эти два колеса, которые мы приобрели. И поставим их назад. Посмотрим, как будет себя вести автомобиль. Интересно, можно ли добиться некого баланса по отборке резины, чтобы, например, по внедорожью гонять более-менее нормально. Я не говорю идеально, а более-менее нормально, чтобы проходимость была, чтобы не откаживал машину в сторону и так далее. Так, берем колесо для влажных дорог и берем запасочку. Наверняка так можно сделать. Вот, например, как я. То есть два колеса одной резины вперед там поставить, два колеса другой резины. Так, что у нас тут? Эти колеса сдулись. Замечательно. Не знаю, почему, кстати, они были целы. Видимо, те колеса, которые я чинил с помощью золотого нашего ключа, они после перезахода сдуваются и полностью теряют свою прочность. Так что, друзья, мы все это дело выкидываем. Продать ничего из этого нельзя. Ну и хорошо, на самом деле, нагрузки поменьше будет. Далее мы берем, наверное, корзиночку даже придется взять. Я не знаю, сколько денег у этой мадам, которая находится за прилавком. Так что я надеюсь, ей хватит. Ну, хотя бы на четыре упаковочки с медикаментами. Давайте вот пять возьмем на всякий случай. Может, у нее куча денег. Если бы писали где-нибудь, сколько у нее в кассе. Ну, хотя это было бы глупо, конечно, но тем не менее. Так, ну смотрите, хватило. Окей, можно еще принести тогда. Давайте корзинку возьмем. Нам что-нибудь, кстати, нужно отсюда вообще? Масло там нет. Масло, по-моему, у нас есть. Вода у нас есть. Да, все у нас есть. Так что ничего докупать нам и не нужно. Так, нужно еще, кстати, починить наш автомобиль и заправить, потому что бензин потихонечку заканчивается. Так, ну давайте еще, наверное, четыре упаковочки возьмем. Попробуем продать. Раз, два, три, четыре. Даже если у нее еще есть деньги. Так, давайте сразу тогда заранее кошелек возьмем. Даже если у нее еще будут деньги. Уже, наверное, продавать ничего не будем. Оставим еще немного медикаментов на черный день. Так, да, слушайте, у нее много денег на самом деле. Смотрите, итого у нас 457 долларов. Ну, больше мы, наверное, продавать все-таки ничего не будем. Давайте заправим нашу тачку, починим и уже отправимся в путь. А то, как всегда, мы много времени тратим на то, чтобы подготовиться к поездке. Так, чиним, чиним. Чиним, чиним. Еще раз чиним. Я не дотянусь, наверное, да? Чтобы заправить нашу тачку. Ноль литров, кстати, лол. Прямо тютельку в тютельку израсходовал. Еще 50% аккумулятора заряда. Ммм, это проблема на самом деле. Можно заехать тогда к механику, посмотреть, что у него там с красками. И купить дополнительный аккумулятор. Но, наверное, делать я этого не буду, потому что что-то мне не хочется возвращаться. Давайте лучше так. Ничего страшного не произойдет, я думаю. Так, ну что, подогнать нам машину придется, да? Или отсюда все-таки достану? Ну-ка. Не достаю. А подогнать машину я не смогу, потому что у меня ноль литров в баке. Или смогу? Нет, смотрите, смог. Видимо, там немножко еще осталось в баке. Так, ну теперь-то длины хватит. Да, вполне хватает. Значит, полный бак мы заливаем с вами. Немножко маслик саливанием. И можно уже отправляться в путь. Выбрал я путь 280 километров с заправочкой за то, если что, мы можем купить какую-нибудь новую резину. Может, там тоже для влажных дорог будет резина, например, еще два колеса. Тогда будет вообще замечательно. Если, конечно, заправка будет в самом начале пути, или хотя бы в середине, а не в конце. Так, ну и 280 километров, это нормально. Дожди там везде, на всех путях, так что я не знаю, как будет себя вести сейчас автомобиль. Давайте заводимся. Сдаем назад. Так, ну я уже чувствую, да, как он плавает. Но, в принципе, наверное, терпимо будет. Ну-ка. Ну, друзья, абсолютно так же, как и раньше. Когда мы экспериментировали с различной резиной. Да, так же автомобиль плавает, так что, ну, терпение нам только поможет. Блин, опять кошелек я беру. Так, давайте сразу закроем окошко. Я постоянно с открытым езжу. Я, кстати, не посмотрел, что там нельзя провозить, что там можно. Ну, и плевать. Не осмотрели нас, не захотели нас осматривать. Ну, терпимо, друзья, можно, конечно. Ну, тачка клонит, она скользит, будто по льду, или будто плавает. Сейчас, наверное, ощущение больше, будто она скользит. Сзади остаются вот такие вот следы. А сзади у нас как раз, кстати, колеса специальные под дождь, да? Да. Для мокрых поверхностей, для мокрого асфальта. Но следы все равно остаются. Ну, наверное, так и должно быть. Спереди у нас обыкновенные колеса. Может быть, наоборот надо было. Вперед поставить. Специализированные колеса под дождь. А назад поставить обыкновенные. Ну, осталось надеяться только то, что нам попадется заправка сразу, в начале пути. И там будут колеса нужные нам. Так, ну, снова придется как-то пытаться выруливать, друзья. Это крайне проблематично. Плюс еще на этом пути довольно плотный трафик. Ну, как плотный. По меркам этой игры, конечно, плотный трафик. Парочку машин мы встретим. И, скорее всего, врежемся в одну из них. Да мы сейчас и здесь влетим куда-нибудь обязательно. Давно что-то ящиков не было, на самом деле. Сколько мы катаем. Самые проблемные участки, это, конечно же, повороты. Потому что я не вхожу попросту в повороты. Пытаюсь как-то вырулить. Так, нормально, нормально. Пока что ни одного ящика, друзья. И в начале, похоже, заправки тоже не будет. Либо она в середине, либо, что более вероятно, в конце. Так что я не знаю, если мы встретим в конце заправку, есть ли смысл покупать там новую резину, не зная следующих путей. Так что, наверное, мы ничего покупать не будем. Даже заезжать не будем, потому что у нас полный бак. Все, в принципе, есть. Ну вот, смотрите. Очередной поворот. Пришлось даже ручной тормоз задействовать. Кстати, да, по идее пробел это ручной тормоз. Но ручник я никак не задействую. Может, это просто обыкновенный тормоз? Считается как. Так, и для ручного тормоза, соответственно, нужно дернуть резко ручник. Так, нормально, нормально. Дыру в заборе, смотрите, до сих пор не исправили. Сколько уже обновлений выходило. Дайте мне хоть один ящик, пожалуйста. Мне, конечно, пока что хватает денег, но если мы будем действовать дальше в таком темпе, то у нас денег-то не останется. Постоянно покупая различную резину, мы сокращаем постепенно свой бюджет. Так, ну что, сворачивать мы, наверное, не будем. Только усугубим ситуацию, потому что внедорожных колес у нас точно нет. Давайте лучше по асфальту стараться как-то ехать. Ну, я уверен, что сейчас пострадают колеса. О, наконец-то, первый ящик. Что мы проедем этот путь, пострадают какие-то колеса, и опять нужно будет менять резину. Все. Так, ну что, побежали, побежали. Под дождиком. Хватаем коробочку. Как всегда, просто нагружаем сейчас наш автомобиль, а потом в конце пути в городе распакуем все коробки, которые найдем. Исключение только будет в том случае, если мы найдем слишком много коробок, хотя вряд ли на этом пути мы так сделаем. И места не будет, тогда мы уже начнем распаковывать все подряд, чтобы увидеть, что внутри, и оставить самое ценное. Так, ну, короче, друзья, похоже, заправка в конце пути. Да, не повезло нам. Что-то совсем не получается. Давай, давай, давай. Куда уже? Куда еще ниже-то скорость? Так, блин, я не знаю, как будто кто-то толкает автомобиль, а я не еду. Двигатель будто вообще не работает. Меня сносит просто налево. Я иногда пытаюсь выровнять автомобиль. Так, ну вот здесь вот разгонимся с горочки, но сейчас, скорее всего, меня просто развернет резко. Или я врежусь куда-то. Нет, успел во время затормозить. Так, очередной съезд. Туда мы, опять же, не поедем. Скорее всего, там как раз-то я и пропустил ящики. Но это я бы мучился. Шлифовал бы, врезался бы в забор, меня бы крутило во все стороны по бездорожью, так что лучше мы не будем туда поворачивать. И тем временем мы, скорее всего, уже подъезжаем на самом деле-то и к городу. Тем временем уже темнеет, у нас 50% заряда аккумулятора оставалось. Нормально, нормально. Все под контролем, не волнуйтесь. Так, есть ящик? Ни хера тут нет. Отстой. Раньше... А, нет, 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 есть. Чуть ли не пропустил, но там маленький. Обычно мне здесь раньше, в былые времена, мне здесь попадалось несколько ящиков даже. Вот это были времена, вот это, я понимаю. Так, засовываем ящик сюда и едем дальше. Боюсь, что заряда аккумулятора не хватит. В общем, проблема, потому что у меня работают сейчас и дворники, и фары. А я постоянно выхожу из машины. Так, аккуратно, аккуратно. Не врежься, пожалуйста. Тормози. И... Блин, как же это тяжко. Сначала вроде как оказалось, что, ну, все более-менее нормально. А потом, когда вот таких вот поворотов куча и всегда вот эти съезды и, наоборот, заезды на бугорки, начинаются действительно огромные проблемы. Блин, смотрите, как луна появилась и исчезла. Как будто в текстурке она застряла. Ну-ка, сейчас подъедем сюда. Она появится вообще. О, ящик еще. Что-то совсем крошечные ящики попадаются, но зато их в достаточное количество, друзья. Так, выбегаем сразу. Главное, чтобы аккумулятор не сел. Да, смотрите, луны нет. Вол, она спряталась. Замечательно. Так, сюда влезет еще. Да, отлично. Замечательно тогда. Закрываем дверь. Едем дальше. Пожертвовал я тогда радио, чтобы быстро не сажать аккумулятор. Но если сядет аккумулятор, я думаю, мы почти доехали, так что сможем дотолкать наш автомобиль до города. Я думаю, не составит это особого труда. Времени... Ну, вот началось. А времени займет это немного, минут 5-10, наверное. Так, где-то должна быть здесь уже заправка. Мы, скорее всего, мимо проезжаем. О, два ящика, смотрите. Причем два одинаковых. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас мы их закинем на крышу. Ну, слушайте, на этот раз достаточно большое количество ящиков, а путь маленький. Но они все миниатюрные, они все маленькие. В одном ящике при перемещении я, кстати, разглядел, по-моему, сигареты. Синего цвета. Так, все, трогаемся, едем дальше. Плюс я, может, еще несколько ящиков пропустил. Потому что уже стемнело, такой туман пошел. И достаточно плохо видно. Так, мы доехали до города, а где я пропустил заправку? Ну да, видимо, я просто поворот пропустил на заправку. Может, она в начале, кстати, была? Или нет, вот она. Да, класс, класс, класс. Очень идеальное расположение заправки прямо рядом с городом. Две заправки буквально в 200-300 метров друг от друга. Просто шикарно. Так, ладно, заезжаем мы тогда сюда, наверное, сразу, минуя ту заправку. Так, красный свет. Ну, давайте не будем приезжать на красный. Хочу я опять этот штраф. Давай, быстрее. Так, отлично. Так, осматриваемся. И... Где же у нас заправочка? Скорее всего, внизу. По-моему, внизу вообще все. Что-то я не вижу. Хотя, может, вот там вот заправка. Ну, ладно, давайте съедем вниз. Или нет, вот мотель. И с той стороны может быть как раз заправка. Ну, раз уж я поехал, давайте спустимся. Съедем вниз. Я надеюсь, что здесь находится заправка. Так, а здесь у нас механик. Нет, отстой. Хотя, может, еще и заправочка? Рядышком. Так, че, раз уж мы здесь, давайте зайдем что-то к механику. Купим аккумулятор новый. Сейчас посмотрим, кстати, насколько ретредился наш. 55%. Ну, на самом деле, нормально. Я просто зря волновался, но все равно давайте заменим аккумулятор, чтобы был стопроцентный заряд. Тем более, что аккумулятор стоит 10 баксов. Почему бы и нет? Так, аккумулятор. Аккумулятор у нас... Вот, краска, белый огонек, хотя написано Red Flames. То есть красный огонек. И черная краска. Давайте сделаем вот так вот. Так, да-да-да, оформляем заказ. Посмотрим, какого цвета будет все-таки этот огонек. И перекрасим автомобиль. По-моему, он будет, да, красный все-таки. Почему он был нарисован белого цвета, вот это вопрос интересный. Так, ну нормально на самом деле. Покрасим тогда тачку в черный. Наклеим вот такую вот наклеечку. Выглядит, конечно, не очень. Блин, какая-то размытая текстурка. Мне не нравится вот эта вот наклейка из-за того, что какая-то нечеткая, расплывчатая текстура. Так, ну давайте тачку в черный покрасим. Может, лучше смотреться будет хоть немножко. Так, прям в черный-черный. Ну нет, смотрите, отвратительно же выглядит. Как будто какая-то ржавчина скорее. Может, при свете дня будет получше. Так, ну ладно. Тачку мы точно в черный все окрашиваем. Потому что белый цвет уже надоел. Салон можно, кстати, белого цвета оставить. Но, наверное, я его тоже перекрашу. Так, перекрашиваем, перекрашиваем. Все, замечательно. Может, издалека еще более-менее на самом деле смотрится. Но, блин, даже цвет какой-то неподходящий. Он не красный, ни хера. Какой-то отстойный. Так, ладно. Оставим краску. На нем... Что, места нет, что ли? Пока что салон пусть будет белый. Потом, может, что-нибудь придумаем. Так, и также аккумулятор сразу. Тогда поменяем. Продавать старый мы не будем. 2,5 баксов всего лишь стоит. Так, установим новый. Можно тогда сразу и починить наш автомобиль заодно, раз уж мы уже открыли капот. Да, давайте так и сделаем. Да, не толкай ты тачку. Так, что у нас там сломался? Двигатель, как всегда. Карбюратор. И воздушный фильтр. Так, быстренько вот починили. Все, замечательно. Теперь можно подниматься и распаковывать наши ящики прямо возле заправки. Поехали. Опять мы перегружены. Но ничего страшного. Сейчас, я думаю, разгрузимся. А, нет, смотрите, здесь заправочка. Ну, замечательно тогда. Просто я ее не увидел, видимо, за домом. Аккуратно, не врежься. Так, едем, едем. Главное, чтобы денег хватило продавщица. Тогда все будет отлично. Паркуемся. Так, ну, давайте смотреть. Давайте смотреть. Берем тогда все сразу ящики. Складываем их вот сюда вот. Тут еще два ящика. Итого, сколько у нас? Три, четыре, пять ящиков. Так, берем тогда лом. И сперва откроем те, которые с замком. Так, кофе. Здесь у нас что? Сигареты. Да, вот, по-моему, я как раз этот ящик у этого ящика сквозь видел. Так, ломик, куда я выбросил. Далее у нас тут сосиски. Ну, в принципе, уже неплохо. И вино, смотрите. Бутылочка вина. Да, нормально, нормально. Так, все, здесь я все подкрывал. Остался последний ящичек. О, смотрите, две бутылочки. Замечательно. Сколько, кстати, стоит? Что-то я проморгал. Ну, пока что не в цене. Так что нужно подождать, друзья. Кстати, вино разное. И это хорошо. Кофе у нас по два доллара. Так что можно прямо сейчас его продать. Сигареты, наверное, тоже продавать пока что не будем. Оставим. А сосиски по доллару. Ну, это мало для них. Но надо, наверное, от них избавиться. А то у нас так куча давна в автомобиле. Так что берем мы корзиночку. Сейчас избавимся от некоторой дресни. От кофе. И от сосисок. Ну, все, да, больше мы еще продавать не будем. Краску, наверное, пока что оставим на время. Дальше у нас еще бутылочка вина на крыше. Можно ее запихать вот сюда, ко всем остальным. Или уже места нет? Нет, места нет. Да, к сожалению. Так что... Может, все-таки продать еще две пачки с сигаретами? Да, давайте продадим, чтобы так отсортировать, укомплектовать все. Чтобы с этой стороны у нас все было занято, а с этой свободно. Как раз для других ящиков. Может, медикаменты еще продать? Поскольку... Да, давайте еще немножко медикаментов также продадим, чтобы освободить место на верхнем багажнике. Да отпусти ты, е-мое. Ну, сейчас глянем, что тут за резина продается. Но покупать мы ничего не будем. Да, тем более отстойная резина лучше потом, когда мы поспим в мотеле. В следующей серии уже появится новая резина. Так, что такое опять? Опять-то не все забрала. Получим мы 70 долларов практически. Так, что масло может купить? Давайте, наверное, купим маслиц. И все, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.